В мероприятии организованных форумов славянских культур, штаб-квартира форума находится в Любляне. Форум объединяет все славянские страны, 13 стран на сегодняшний момент. И один из самых громких, удачных проектов форума — это книжная серия «Сто славянских романов». И рядом со мной сидит человек, который был у истоков самого создания и форума, и прежде всего этой замечательной серии. Но не случайно, что и его имя, и его произведение попало в славянский список лучших произведений современности, созданных после падения Берлинской стены. Но сразу скажем, что Влада Жапот, а это имя нашего сегодняшнего героя, не выбирал свой роман в этот список. Это делали профессионалы, это делали преподаватели университетов, литературу веды. Но, тем не менее, Влада тот самый человек, который был в команде, искрящей идеями для форума. И вот этот проект замечательный родился. Россия, формально поддержав проект с самого начала, а в следующем году мы празднуем 15-летие форума, тем не менее, свои списки представила в 2009 году. А переводы, то есть смысл серии в том, чтобы переводить романы с одного, внутри славянских стран со всех языков на все языки, чтобы все эти произведения, 10 или 12 романов, которые, собственно, представили государство, были доступны всем славянам. И в 2011 году вышли первые книги на русском языке. А чуть позже вышел и роман Влада Жабота «Волчьи ночи». Роман довольно сложный, потому что автор действительно использует поэтический язык, вкладывает в каждое слово очень большой смысл, в том числе и мифологический. Влада — человек, который очень глубоко изучает славянскую мифологию. Я думаю, что мы зададим этот вопрос еще отдельно. Сейчас я хотела бы Влада передать слово. Три года назад он был в Москве. По его признанию, он не любит книжные ярмарки. Поэтому большая удача, что он согласился приехать сюда. Мы очень рады видеть его здесь вчера. У нас был замечательный круглый стол. Влада посетил представительство форума в Москве, Центр славянских культур. И, наверное, первый мой вопрос будет впечатление о Москве. Что-то изменилось за эти три года? Спасибо. В Москве. Да. Да. В этом видимо, что-то важный и важный и важный путь к жизни этой збирке и форуму в Москве и культуре. Ну, последний корак, который ожидает, что в тему послания, которое поправила Юлия, и еще некоторые в Руси следила политика и в последнее лет генеральный спонзор форума «Слованских культур» ГАСПРО. Ну, что касается самой Москвы как таковой, то Москва есть Москва, она по-прежнему остается такой огромной, дикой. А то, что новое я заметила, это возник в библиотеке иностранной литературы «Центр славянских культур». И сделаны новые шаги в жизни нашей серии «Сто славянских романов». Новые события в рамках форума происходят. И мне бы хотелось, чтобы и далее миссией этого центра оставалось продвижение славянских культур. Это, собственно говоря, миссия Юлии и многих других. И чтобы к этому еще и на политическом уровне какие-то меры принимались. Ну вот, например, а был бы спонсором форума «Слованских культур», скажем, ГАСПРО. Влада. Влада. И все-таки. Мы вчера говорили о том, что в серию попадают книги, такие бриллианты индивидуального вдохновения, размышлений, внутреннего какого-то согласия или несогласия. говорили о том, что автор всегда, ну, как правило, автор романов – это, прежде всего, человек, который не в ладах с жизнью. Так ли это в вашем случае? Да. Не. 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 или нет. Греет за то, да автор изподставлен в неком вопросе, за кем может ответить, за кем еще писать литературу, кем данес поменит литература, кому е наменена, кај е право-заправо нен помен в тем свету, и јас им се при писанју заднјега романа право с теми впројашани упарјал, чисто интимно, см сме морал одговорити, да сем лако написал наследјј роман. Гре намеј за то. Ну, с жизнјю можна соглашаться или не соглашаться, в любом случаје автор подвержен, он, что ли, над ним доглејут такие вопросы, он себе должен ответить, зачем ему писать, что вообще значат литература для общества, кому она предназначается, насколько это важный момент в нашей жизни. И вот, например, мне пришлось интуитивно поставить себе эти вопросы и ответить на них для того, чтобы смочь написать мой следующий роман. Я скажу, что... Гре за то, да сем открил по самому себе доповеду, да и литература члоги члогајаде скози тисочлетја, кој десятоција, и јцеловите, крајцена, вставь, да се правы скози литературу, догаја рдеќа нит, охранњајањаћаћностју скози, всепот, боленц, идеологические, политические войны, насильные, которые такими другими людьми пестили и их деформируют. Размышляя над этими вопросами, мне как-то удалось доказать себе, что литература – это вид деятельности человека, которым люди занимаются уже на протяжении тысячелетий. И это наиболее такая гуманитарная сфера. Она является воплощением человечности. Литература – это как бы красная нить сохранения в нас человечности на фоне тех катаклизмов, которые происходят вокруг. Это и воины различные, ну скажем, такие события, происшествия и так далее. Человечность не сравнивала, но и другая вера, тако целовито, тако странно и глубоко. И сейчас, если бы я спросил, что-то, 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 что-то в теме, не в члево-шко-дружба, не в члево-шко, не в динамике, не в течение по свободной и мабинации, по устарянности, по руше ню неких зидов, неких преград, в некоем тренингу в последний, в последний рот то те зидове гладко пресеже и чловек ище напреј, чловек имагинира напреј, чловек пресега саме га се бе и дружбену реалност, и ище напреј, и в тем је вислов члова. Ништо тако не воплощает в себе человечность настолько глубоко, последовательно и комплексным образом, как литература. Что, собственно говоря, такое человечность? В ёё базе, ёё правилгольным камнем является, если можно сказать, избыточное мышление человека. то есть человек себе ставит вопрос, кто я, что я, где я. И любое общество, любая цивилизация, за счёт того, что эти вопросы ставятся и решаются, получает какой-то, ну, динамизм, динамику. Люди стремятся к свободе воображения, творчества, они хотят разрушить те преграды, те стены, которые ставятся, вырастают между ними, перед ними. И вот последующее поколение справляется с вызовом, которое себе поставило нынешние, и мы ищем какие-то новые препятствия, для того, чтобы их преодолевать, чтобы превзойти и себя, и общественные, ну, социальные ограничения. Ну, один от помембных зидов, который прежде всего на поте человечества и человечества, со туди богови. Богови, многи от них со падли. Многи от них, велики темпли, велики структуры, со се взрушили. Человек студирует митологии, велики, что богови в первой фазе песнишко, в первой фазе, в первой фазе, в первой фазе, в первой фазе, многим простенела институция, которая ищи долю человеческую устраивательность и имагинацию. И те вещи, уменность, особенно и литература, весь час преодолевает. Если говорить о самой серьезной стени, которая вырастает и мешает человечество, я бы назвал Боги. Многие божества Боги были низвергнуты и разрушены, разрушились даже очень крупные большие и мощные храмы. Если мы совершим такой экскурс в мифологию, то увидим, что в первой своей фазе Боги являются продуктом поэтическим. И только на втором этапе, во второй фазе они подвергаются такой институционализации, становятся властью, которая подавляет творческий порыв, подавляет воображение социума. И вот литература как раз занимается прояснением, анализа таких вопросов. Ну и Ти богови, как я реку, многие со мертвы, многие со пропады, многие со позаблени. За всякую смертную польную богову се претучило много человеческих крвий, кем-то институциональная память потом послушала силу вставить то пресечное мышление и искание нового повара и новых прошантов. Ну, как я уже сказала, многие божества уже являются мертвыми, забытыми. И чем значимее для человечества или для человека тот или иной бог, то с его смертью от человечества, от человека требуется какое-то, ну что ли, какое-то количество кроли. Вот это тот самый вопрос, который тоже рассматривает литература, когда анализирует понятие человечности. Ну, и, че се задай пращамо, пресен послушал колега Антоновского, и, конечно же, кое-како, пресен послушал колеги с мамой, че се пращамо, кај е космодернистично обдобие, кое-како живим, извините, кое-како управление телја, что крвало, права сгодовина, ровно так, и в великой мерой тоже потворено. Это нека сгодба, которую писали в вечер или манх, и потом по своему прикрыли человеческую сгодку. Зато спецгодовина и литература весь час в конфликте. Здесь сегодня среди нас находится македонский писатель Демко Андоновский, который не по духу весьма близок. Мы с ним вели такие живые интересные диалоги. Вот я бы хотела обратить внимание, сейчас мы живем в период, когда постмодернизм распространился. Что это значит для литератора? Как мы уже говорили, история – дело весьма кровавое, и так было с самых древних времен. Историю пишут обычно победители, они, конечно, перекраивают истину, они адаптируют сюжеты под себя. И вот, как раз литература, поэтому и находятся в конфликте с этим откором. В этом постмодернизме членок нескольцем 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 нескольцем, нескольцем, нескольцем нескольцем, нескольцем, ассоцием, которые добивали ним божьей. Но эта ситуация очень тренична, с многими миллионами мертвых, и сейчас осмодернизма, потому что человек на новое соуча с самим собой и универзом. И в этом обдобе важно изпоставить термин «пост-модернизм», 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 «карто вемо, да со туди вершки институције «пост-модернизм». Ну и говоря о пост-модернизме, человек чувствует себя несколько растерянным, потерянным после целого века нигивизма, каких-то попыток богоискательства и богостроительства. Все это кончилось весьма трагически, ценой этому были миллионы жизней. И вот сейчас, в период пост-модернизма, человек пытается заново осознать себя во Вселенной. Интересно также и то, что этот термин «пост-модернизм» можно применити и к религии, поскольку вера, любая вера и любая религия тоже переживает кризис, и это мы наблюдаем в наши дни. И јас опађам, да се на свету догаја та премик, да се туди религии враћајо зопет до фазов «примарнега песнищ». Тако имате в Латинске Америки, тако има носијо девицу Маријо, округ плејјо женске с голими прсми, и висто славијо велико матер, роднице земја, поганско матер. И вот в области религии мы наблюдаем такой интересный сдвиг. Она что ли перемещается в эту первую стадию, первичной поэзии. Мне самому доводилось наблюдать, что, например, в Латинской Америке такие процессии, которые призваны славить Богородицу Деву Маријо, однако при этом вокруг танцуют женщины с обнажјанной грудьјо, и это напоминает нам о каких-то язычејых временах, где почитается, ну, что ли, всеобщее такое матер? Туди магићни реализем в Латинске Америјке је се веда наслонијем, содобним, субјектним освојем, на старе митеје, на старе умазане богове, как би реку Хройт, и то исто се догаја, ко всјд по Европи. Примарно песнищво је, векимо, то, ко мати Тереза, гри за едно моћно илузијо, да помага људе, моћно волјо, да се жаркује људе за људи. И, в ствари, некој скупност, некој гибање, кој потом институционализирано, вендарле, туди то и је увлеснићује. Тако би морал туди папеј. Не само, да говори, то је треба, оно је треба, тако, кој мати Тереза би морал пренављат крејћанско, а туди би то зађевело зновој енергии. Сейчас религиозни преливения, они тако опирајатся на старо, как бы сказал Фрейд, за пачки, за... за... ну да грязных богов. И это все распространяется по всей Европе. Это обращение к мифам. Менатлука, как такой субъект, ну, юридический герой, не знаю, еротик, бегает, он смущен, он не знает, чего он хочет, что он ищет. И он обращается к первичной поэзии, что и является одной из двух названных мною, че госпитерезма. Опять же таки говоря, о религии и о религиозной деятельности. Мать Тереза, она создала внутри себя такую мыль, что ей под силу помочь. И она начала являлась, стояла у истока целого движения, которое затем обрело черты определенного инстекута и осуществляла эту цель. Я считаю, что, например, Папа Римский также должен был бы себя вести более деятельно, не только обращаться со словесными какими-то мыслями, идеями, но и деятельно обновлять религию, христианство, католицизм, для того, чтобы наполнить его, зарядить новой энергией. Да, скрайшам неколико, когда встат бој, си надејва ниби светега и се разглашав за бој в имену нејке световсти или Бога. И то је навећ както лапше. Треба енкрат тем генералам, Америјскему председнику в СЕМ, поверат, послушайте, Бог је в основе песнишки продукт. Ну и в это наше время, когда каждый считает, что можно обратиться к какому-то мифу и провозгласить самого себя Богом, такое отношение к действительности нужно как-то корректировать. Тому же самому президенту Америки взять бы и заявить. Не забывай о том, что самой основе религии это замотана поэзия, поэтическое решнение. Да. И ти песнишки богови... Закай рећем песнишки боги? Тоткар чловек је с тем преслижним и швенем, с занимизмом, с имаминацијом, все сооћал с наравними силами и их је персонифицировали. То је прва стопня песнишка. Персонифицирање незнанега, персонифицирање наравних сил, биванских пращавњ. То је ено од песнишких, песнишких ботез, и стојна за че шелета крат, лако песних туде спостави некшловешки је однос до тих, сил али наравних появањ и така напред. И то се етогаўо в митологија раз час. В чём, собственно говоря, суть этих поэтических бабок? Человек, наделённый избыточным выжнением, обращается к какому-то образостранению, анимизму. Сталкиваясь с природными силами, он стремиться их персонифицировать, то есть то, что ему неестественно каким-то образом объяснить, сделать себе ближе, в этом и есть поэтическая черта, черта поэтического творчества – установить сверпениями человеческие отношения. И така за обстоји бронје цвејшкега дуровнега питја, и весь час, туди за данашјем часу, пресега все дозејжемо, и туди по догнанју физико, атомски физико и квантних механико, представља едино архимедово тоћко, едино препознавно сталнице в тем универзуму, кој се је доздеј паћ открити. Хе, физики намешћи хмете, и весь час ищће то архимедово тоћко, попријемалиће, на каће би постављали знаност законе. И в тем обдобју квантне механике, атомске физике, кој все то, со некји кванти, некја енергия, је жовејшки дуј за них едина константа. И вот, пожалуй, единственной константой в этом мире является именно мятежность человеческого духа. Человек находђтся в постоянном поиске, свершајт аршивки, делајт гипотезу, преодолевая то, что уже было достигнуто его предшественниками. И это и есть постоянная такая величина архимедова точка, которая будет всегда оставаться той же самой, невзираја на все те архимеды, которые уже сделала и еще сделала наука. Я просто хотела представить, что последний роман, который вышел у Влада, и мы его от всего сердца поздравляем, это роман достаточно толстый, священный бой, который уже есть у нас в библиотеке в Москве. Пожалуйста, кто хочет, знакомьтесь нам в переводе. Это уже зависит от наших замечательных переводчиков. И я хочу в связи с этим представить Жанну Перковскую, один из замечательных российских переводчиков, который, когда вот конкретно в серии что славянских романов еще не напечатан, но уже работает, но уже вышли книги в других сериях, в частности, в серии «Печать», новый проект форума, но об этом в другой раз. Влада, и все-таки что-то должно объединять людей, если каждый будет имитаться, и вот этот вот самый невротичный герой, который не знает куда идти, все-таки что-то должно людей как-то объединять. Существует ли на Ваш взгляд понимание какое-то универсальное понимание духовности? Универсальное понимание духовности Среда остается духовность, это пресяжное мышление. И, что верно, это духовно быть, в каждой посадке духовно быть в истории. Это духовность. И я в истории не смотрю, что это, что он говорит, Но в ритературе видимо отбирание духовного поздора, духовного коммуникации. Тя вступа автор в свою духовную энергию, и тя вступа право в свою духовную энергию, и туди в имагинарном восстановлении, то есть оба. Их не как в околе тега духовника сречата код духовный битин. Да, конечно, такое понятие существует. Опять же, благодаря избыточному абстрантному мышлению человека и проявляется оно в житии сообщества. Литература для меня – это прежде всего не то, что хотел или хочет сказать автор своим произведениям, а насколько широко он открывает для других вот это коммуникационное пространство, пространство воображения. И, че клеев остается духовность, то есть право в литературе. Боли си в устном словску из прошлых часов, боли си в уметном словску, боли си в тако именовании «Божи» списи, ки со свети списи, ки со равнкако, некое в росте песнишно, и в апокришни списи, ки со, да се вера, в ствагальность по себе. И, че тега не видимо, как духовный пространство, члова, члова, че послушаемо из образования не вероятно, гордильность в несколько раз, или собрали бездетных монстров, и постанавливаемworker, как духовный мирование на место в защите духовные цели, или целый трд, и интривизированные продукты, или словарь богослов, и т.е. вредности поставить как блюдо наше живое. Сможем загрошили, традиционно загрошили смер, которая единственная уменность уже спетно поставила на право тело. Само то видимо как скучно сферу духовности, т.е. уменности в человечестве. Т.е. духовность, она таится прежде всего в литературе. Любой жанр и файпер. И, например, священные книги, священное писание, от Бога – все это творчество человека. А если просто заниматься тем, что слушать какие-то докумы и не заглядывать в духовные сферы, если стремиться к рыночным ценностям, если позволите выйти на первое место, то духовность утрачивается и восстановить ее способно только искусство. И еще такой вопрос. Центр Савянских культур в Москве кроме тех замечательных целей, которые поставил перед собой форум, добавил себе такую миссию, может быть, именно в плане продвижения, что бы вам сказать, экологию общения между людьми. что вы, может быть, скажете на эту тему, на правильном время пути, и, может быть, что-то посоветуете? Речь идет о том, в частности, о литературе. Когда писатель выдает какие-то ценности сомнительные публику, они продвигаются, они насаждаются. И вот именно идет такая агрессивная атака на как раз человеческую духовность, на внутренне человеческий вот этот стержень. Человек становится как раз тем самым невротиком, становится агрессивным, потому что он видит вокруг себя какую-то агрессию против себя. И центр вот как раз развивает эту мысль. Кстати, славянские ученые тоже, но это, правда, не экология, общение, а экология с социумом общества и так далее. Мы здесь берем больше позицию не социологическую, а психологическую. То есть речь о сохранении души, психики человека, и так далее. Да, я славчим культуру и уменность. Культура е дружберна категория, е дружберна вреднота. Уменность, поискварянность по себе, рез, не да би била подложена, так как я рекомендую поли зуманному намену. Справи, ни на само себе намет, но не подложена в зуманном намене. И слуги индивидуальни коммуникации между людьми. Культура, па је се вера, простор јавнега, простор јемсебина јавнега, па туди па туди дружберна вреднота. Имамо већ тих облик, скози згодовино је било већ, стопен культуре, такшни и дргашни. Преповедана је била, речимо, је мајска тева ствар, је мајска тева ствар, је се грезе екологија при литературе гледеј со разного говора се лајко стринјат, че погрезе омајавање свобода, па је се ведај тако је мајска таз. Я вообще разделяю культуру и искусство. Культура – социальная категория, общественная ценность, а искусство не подвержено, не должно быть подвержено внешним каким-то воздействием. Оно существует не ради себя самого, а служит индивидуальной коммуникацией между людьми, в то время как культура – это своего рода общественное пространство. Здесь у нас бывают и какие-то попутницы узоры, и закреты и так далее. Ну, что касается экологии литературы, я, конечно, против того, чтобы она несла в себе какие-то, ну что ли, попытки разжигания враждебности, ограничения свободы. Большое спасибо. Есть ли вопросы? Есть. Или какие-то комментарии? Ещё раз благодарю вас. Влада Жабот был сегодня с нами. Вместе с Венка Антоновским, Маматея и Янчиром, представителями форума «Славянских культур». Два наших замечательных писателя едут сегодня в Ясную поляну. Желаем вам удачи, хороших встреч, новых знакомств. И ждём вас, ждём. Ещё раз, ещё раз в Москве. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова